Пармитранс Деятельность любой автотранспортной фирмы можно оценить по ее подвижному составу и техническому оснащению, сертификации деятельности, наличию солидных и влиятельных партнеров, но без упоминания обученного, квалифицированного персонала этот перечень будет неполным. Что по перечисленным позициям имеет фирма Пармитранс? Пармитранс имеет серьезный и длительный с 1991 года опыт в осуществлении международных автоперевозок. У фирмы есть все необходимые для осуществления международных автоперевозок лицензии и разрешения. Так, Пармитранс обладает сертификатом ISO 9001-2008, выданным LRQA, Lloyd's Register Quality Assurance, а также сертификатом ISO 14001-2004, что свидетельствует о том, что вся деятельность фирмы сертифицирована. Кроме того, Пармитранс является единственной в Эстонии транспортной компанией, имеющей аккредитацию в Министерстве внутренних дел Великобритании. Пармитранс – одна из немногих в Эстонии транспортных компаний, имеющая подобные сертификаты, что свидетельствует о высоком качестве предоставляемых услуг и безупречном менеджменте. По сути, это говорит об уровне фирмы Пармитранс, ее позиции на международном рынке автоперевозок и, безусловно, высокой степени доверия как со стороны международных партнеров, так и заказчиков, клиентов. Сертификация со стороны Кредиди-Инфо очень хорошая, very good, а, как известно, Кредиди-Инфо – это регистр проблемных платежей фирм и частных лиц, в которые заносятся данные о задолженностях и их сроках. Любому человеку понятно, что когда перевозятся грузы от производителя к покупателю, при любой транспортировке неизбежно встает вопрос о целости и сохранности самого груза, автомобиля, да и водителя. Почему бы нет? В фирме Пармитранс этот вопрос решен на всех уровнях. Наличие всевозможных страховок на автомобиль, груз, водителей, страхование юридической помощи. Предусмотрены все возможные случаи. Это зеленая карта, КАСКО, ЦМП, ДАС, Рейси Киндлустус. Например, ДАС – крупнейшее в Европе страхование расходов на юридическую помощь с 1928 года. Быть клиентом столь почтенной страховой компании – это гарантия того, что в пути следования к автомобилю, грузу, водителю и так далее не будут придираться по пустякам. Что, увы и чего греха таить, случается даже на дорогах цивилизованной Европы. Переходим к автопарку фирмы Пармитранс. Он насчитывает более 70 тягачей Mercedes-Benz, возраст которых не превышает 3 года. Тягачи имеют классификацию Евро-3 или Евро-5, а также все необходимые для осуществления международных перевозок грузов разрешения. Последнее приобретение – красавцы Mercedes-Benz. Навехонькие. Стоят на территории фирмы в ожидании комплектации технического оснащения. Точно такие же уже колесят по дорогам Европы. Подвижной состав не просто современный, а что называется самое последнее слово техники. Грузовики МП-3 Евро-5 с полным автоматом и круиз-контролем. Убедитесь сами. Автономное отопление и кондиционер, позволяющий водителю комфортно себя чувствовать в пути или во время отдыха. Система спутникового позиционирования. Спутниковая связь, навигация, переписка с офисом, сканирование документов и отправка в офис CarrierWeb. Транзикс. В любое время суток и в любой точке пути водитель всегда имеет связь со своим экспедитором, который ведет его по маршруту. Консультация по любому возникшему вопросу. Проблема в дороге, будь то оперативная помощь в переводах, беседах с полицией и так далее. Любая непредвиденная ситуация. Помощь приходит незамедлительно. Водитель никогда не остается один, так как работа экспедиторов и руководства 7 дней в неделю и 24 часа в сутки. Все время они на связи. Автопарк Parmitrans оборудован системой Truck and Trace, позволяющей с легкостью и высокой точностью координировать и отслеживать движение транспорта. А также электронными датчиками для прохождения платных дорог, мостов и тоннелей. Эти специальные датчики установлены на весь транспорт фирмы и позволяют значительно экономить время при въезде на платные трассы. Оплата взимается автоматически. Никаких остановок, никаких пауз. Тахограф. Непременный атрибут всех современных грузовиков. Образно выражаясь, следит за режимом труда и отдыха водителя, что строго регламентировано. В течение рабочего дня дальнобойщик 9 часов в сутки может ехать. Причем после управления автомобилем в течение 4,5 часов водитель должен сделать перерыв по крайней мере на 45 минут. Отдыхать дальнобойщики обязаны не менее 11 часов в сутки. Этот специальный прибор беспристрастно фиксирует время работы и релакса. Он же замеряет и записывает среднюю скорость, с которой ехал автомобиль. Полицейские могут остановить и проверить данные. Также ими могут интересоваться боссы, соблюдают ли водители режим. Навигатор облегчает нахождение мест разгрузок и погрузок и проложения маршрутов, но он не может заменить водителя. Водитель обязан ориентироваться в географическом пространстве и понимать, в каком направлении двигаться. Рации для дальнобойщиков – необходимое средство связи. Они давно и плотно используются водителями-дальнобойщиками. Противопожарный датчик, не только привычный уже теперь во всех наших домах, но и обязательный для грузовика. Выполняет свойственную ему функцию, предупреждая о задымлении, вызванном возгоранием и не только. Например, если вы чрезмерно много курите, он может напомнить вам, что с этим пора заканчивать. Одно из последних достижений технической мысли – ретардер. Это устройство, помогающее водителю на длительном спуске или в другой подобной сложной дорожной ситуации перейти на электронный способ торможения, когда умный ретардер сам выбирает режим торможения и исключает возможность возникновения ЧП. Несмотря на наличие технически современного и хорошо оснащенного автопарка, водитель все же не манекен на дороге. Необходимо постоянно следить за состоянием автомобиля, уметь быстро оценить и проанализировать сложившуюся обстановку и заблаговременно принять необходимое решение. Специальность дальнобойщика требует наличия не только качественных водительских навыков, но и особенного отношения к автомобилю. Поскольку это, если не друг, то рабочий инструмент, а он всегда должен находиться в полной исправности, чтобы не подвести в самый неожиданный момент. Дальнобойщики из Парметранс говорят, большой плюс езды по Европе в том, что в случае чего машину ремонтировать самому не нужно. Обслуживание техники в Европе, планирование ремонта и оказание техпомощи 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Парметранс – единственная транспортная фирма Эстонии, заключившая прямой договор с Daimler AG Германия, позволяющий круглосуточно получать квалифицированную техническую помощь. Подобный договор также заключен с компанией Mercedes-Benz в Эстонии. Благодаря этим договорам технические неполадки устраняются особенно быстро и эффективно. Как бы хороший технически оснащен ни был автотранспорт, но человек во многом определяет, насколько эффективен будет этот самый автотранспорт. От организации работы и быта дальнобойщика зависит многое. В современных грузовиках все, казалось бы, предусмотрено для удобства и комфорта водителя. Это и встроенный холодильник, и всевозможные ящики, и ниши для личных вещей, инструментов. Но вместе с тем быт дальнобойщика достаточно аскетичен. Ночуют большинство водителей в машинах, спальное место очень напоминает полку купейного вагона. Можно останавливаться и в придорожных гостиницах, но многие боятся оставлять на ночь машину, к тому же экономят. Готовят еду тоже в автомобиле, зачастую на специальной походной печке. Многие водители обзаводятся сателлитовыми антеннами, так что и телевидение, и интернет доступны в пути. Если вы подумаете, что таков быт дальнобойщиков только из стран бывшего Союза, то будете очень неправы. Также организована жизнь на колесах и у немцев, и у голландцев, и даже у благополучных и щепетильных англичан. Стоянок с придорожным сервисом вдоль трасс много, но дальнобойщики предпочитают проверенные места. Водителям важно, чтобы кормили вкусно и недорого. Давно проверено, там, где стоит много грузовиков, скорее всего, хорошая кухня. Бывают и очень хорошие места с шикарными туалетами и душевыми. Летом в таких заведениях аншлаг. Но хорошие места – редкость. Получить свободное место на такой парковке не столь уж просто. В основном водительский быт начищенным фаянсом не блещет. У каждого водителя свои предпочтения и представление о том, как сделать автомобиль более комфортным, управляемым и надежным. Учет всех тонкостей и позволяет выполнять свою работу качественно, без задержек доставлять различные грузы до места назначения. Необходимо стремиться к тесному взаимодействию человека и автомобиля, так в большинстве случаев это и происходит. Водитель длительное время работает на определенном автомобиле, и смена транспортного средства происходит крайне редко и с нежеланием. На самом деле водителем фуры должен быть специалист с большой буквы, а также человек, который любит машину, дороги, умеет налаживать контакты с другими людьми. В Парме Транс умеют ценить и продвигать таких специалистов. Водители получают доплату за выслугу лет, начиная с пятилетнего стажа. Есть возможность профессионального роста до бригадира и начальника колонны. Бригадиры получают доплату за бригадирство. Гибкий график работы, вахтовый метод, достойная зарплата – вот те составляющие, которые привлекают работников. В сфере международных перевозок водителю-дальнобойщику надо быть не только водителем, но и менеджером, психологом, а порой и бухгалтером. Некоторые могут сказать, зато всю Европу посмотрел. На деле это далеко не так. Трассы и автобаны, по которым они ездят, обычно проходят вдали от центров крупных городов и известных достопримечательностей. А грузы обычно доставляются на предприятия, расположенные на окраинах городов, в индустриальной зоне. Кроме того, машину свою не бросишь, груз тоже надо караулить. Периодически приходится часами стоять в пробках. Работа дальнобойщика всегда воспринимается как нечто экзотическое и мужественное. А кроме того, профессия дальнобойщика издавна считается романтической. И песни о ней пишут, и сериалы снимают, и немало мальчишек мечтают посидеть за рулем большой машины, когда вырастут. А насчет романтики, как ни странно, в этой профессии остаются именно те, в ком она есть. Только не часто матерый дальнобойщик вам в этом признается. Скорее посмеется над собой, скажет, какая уж тут романтика, когда 15-метровая фура за плечами. Но определенно, в каждом, кто остается за рулем, есть что-то, что вновь и вновь толкает его в рейс. В Пармитранс есть и свои династии, когда уже сыновья или другие родственники тоже выбирают стызю дальнобойщика. Бытует мнение, что дальнобойщик – это элита водителей, что именно водители-международники более высокого класса. Как бы там ни было, с уверенностью можно сказать, работа дальнобойщика – не просто работа, это образ жизни. За более чем 20-летнюю деятельность в сфере международных перевозок фирма Пармитранс зарекомендовала себя как надежный, деловой, вызывающий доверие партнер и работодатель. Пармитранс – это солидно, авторитетно. Для нашей маленькой страны это уже бренд, которым можно и нужно гордиться. Столько лет уже отработал, и, честно сказать, как бы разочарований у меня не было такого. Женя пока все устраивает, и, видимо, столько лет я работаю, значит, и пока я устраиваю начальство. Первый раз я пришел на эту работу, посмотреть Европу, поездить, страны всякие. Ну и работа такая тоже ничего. Я люблю эту работу, мне нравится эта работа, профессия эта нравится. А в Пармитранс можно себя реализовать как личность, как профессионал. Здесь много всяких направлений, можно найти себе применение, то, что тебе больше всего подходит по темпераменту, по интеллекту. Ну и отношения, в общем, я скажу, что не так уж много я фирм в своей жизни менял. Скажем, я все-таки закалка была, это софтрансавто, 10 лет с небольшим. Вот, и я скажу, что здесь очень высокий уровень водительского состава и высокий уровень администрации. Поэтому мне здесь нравится работать. Когда я пришел в Пармитранс, и мы с супругой пошли на... у нас такие были спортивные соревнования, мне жена сказала, ну, наконец-то ты попал в настоящую фирму. Вот до сих пор я в этой фирме работаю. Здесь особая жизнь, целая жизнь. Здесь надо, чтобы дома у тебя был порядок, чтобы дома понимала супруга тебя, вот как мужчину, что тебе эта работа нравится. Это такая целая жизнь, целая прослойка вот людей, которые всю жизнь отдают этой работе и нравится эта работа. Они любят эту работу и поэтому и гордятся этой работой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова